Какие вещи нельзя хранить в доме и почему? Вы узнаете, что нельзя держать дома, чтобы не было безденежья, неприятностей и проблем, чтобы выйти замуж и жить счастливым. Магия зеркала. Зеркало всегда считалось предметом не просто загадочным, но и магическим. Зеркало способно собирать и накапливать информацию, поэтому не очень хорошо, когда дома используется очень старое зеркало. Ладно, если оно досталось от вашей бабушки, которая прожила счастливую жизнь. А если прошлые владельцы прошли через невзгоды и трагедии? Смотрясь в такую зеркальную поверхность, вы рискуете испытать те же страдания, что и они. Так что любители антиквариата, покупающие старинные зеркала с историей, подвергают большому риску своего благополучия. Разбитые или треснутые зеркала сразу стоит отправлять на помойку. Они воздействуют на энергетику пространства, подобно битой посуде, становятся источниками негатива, провоцируют ссоры в семье и плохо влияют на самочувствие домочадцев. Зеркала, на которых появились трещины, нужно сразу заменить на новые, желательно круглой или овальной формы. Такая форма поможет восстановить положительное течение энергии в доме. Кстати, не очень хорошо, когда зеркало не цельное, а состоит из нескольких фрагментов, и если в него смотреться, режут фигуру на части. Это тоже плохо отражается на здоровье и энергетике человека. Подарки от недругов Не все подарки дарятся от души. Некоторые ваши знакомые, коллеги, друзья и даже родственники могут испытывать к вам зависть, ненависть и другие, далеко не дружеские чувства. Если даритель был недоброжелательно к вам настроен в момент покупки или вручения подарка, или ему было ужасно жалко тратить деньги, или покупка была свершена в состоянии страдания, или вам неприятен человек, сделавший подарок, подаренные такими людьми вещи ничего хорошего не принесут, даже если эти вещи красивые и дорогие. От них будет один негатив – проблема в отношениях с деньгами, здоровьем. Если вы чувствуете, что после появления в доме такого презента началась череда вроде бы случайных неудач, вполне возможно, что именно он стал их причиной. Кстати, через подарки можно сделать заговор на одиночество. Одинокой женщине или молодой девушке, которая хочет выйти замуж и создать счастливую семью, нужно с большой осторожностью принимать подарки. А еще через подаренную вещь можно навести на человека порчу или болезнь. Предметы, потерявшие свою пару. Непарные вещи не только бесполезны, но и способны заблокировать приход денег. Лыжи, носки, тапки, перчатки – предметы, оставшиеся без пары, лучше вытянуть. Вполне вероятно, что именно эти одиночки не дают вам или вашим взрослым детям выйти замуж или жениться. Пришедшая в негодность техника и электроника Некоторые эзотерики и биоэнергетики настоятельно не советуют держать дома сломанную технику. Считается, что вышедшая из строя бытовая техника и электроника создают поток отрицательной энергии, что может вызвать цепную реакцию, нанести вред исправным устройствам. Отслуживший свой срок приборы можно просто выбросить или утилизировать, даже выручив за них немного денег. Макулатура, пустые бутылки, банки и прочий хлам Ненужные документы, старые газеты, журналы и прочая макулатура обладают плохим свойством лишать энергии людей, которые живут в доме. Пустые пластмассовые и стеклянные бутылки и банки захламляют помещение, нарушая энергетический баланс. Как любой хлам, они привлекают к вам бедность и неблагополучие, а деньгам и удачам закрывают доступ в вашу жизнь. Чтобы не было безденежья и неприятностей, наведите дома генеральную уборку и избавьтесь от хлама. Освободив пространство от мусора, вы очистите свое жилье в прямом и в переносном смысле. То есть энергетически тоже. Освободившееся место обязательно займут новые и красивые вещи с чистой энергетикой, которые будут вас радовать и защищать благополучие вашей семьи. Натуральные камни Камни забирают, высасывают энергию из человека, поэтому сувениры в виде кусочков минералов и горных пород лучше дома не хранить. С драгоценными камнями тоже нужно обращаться с осторожностью. Далеко не все из них действуют на человека благоприятно. Сломанные часы Часы – мерила и символ времени. Когда они ломаются и останавливаются, это символизирует остановку течения времени. Если вы держите дома сломанные часы и починить их нет никакой возможности, знайте, они закрывают вам дорогу в будущее. Вы остаетесь в прошлом. Что с вами будет происходить из-за этого? Вы начнете замечать, что быстро стареете, хуже выглядите, хуже себя чувствуете. Вещи умерших Одежды и предметы впитывают энергию человека, которому принадлежали. Когда человек умирает, его вещи сохраняют эту энергию. Если продолжать пользоваться такими вещами, они могут оказывать разрушающее влияние. У вас будут возникать отрицательные эмоции, вы начнете себя плохо чувствовать, можете потерять жизненные силы и вкус в жизни. Подушки, одеяло, постельное белье, на котором спал умерший, желательно сжечь, а одежду и личные вещи отдать в церковь или в приют для бездомных. В крайнем случае отнести на помойку. По тем же причинам не стоит развешивать на стенах фотографии умерших людей. Мертвая энергетика будет негативно влиять на атмосферу в доме и создавать ненужные неприятности. Ключи от замков, которых нет. Если дома завалялся ключ, который не подходит ни к одному из замков, такой ключ, по некоторым приметам, становится маяком для всякой нечисти. Оставлять его нет особой надобности, так что лучше выкинуть без сожалений. Уличные находки Люди, владеющие магией, могут сделать заговор на вещь, наделив ее разрушительной силой и оставить где-то на видном месте. Причем вещь может быть очень привлекательной и ценной, и ничего не подозревающий человек, далекий от магии эзотерики, может подобрать ее и принести в дом. Лучше такой предмет не подбирать. Ну а если это случилось, чтобы избежать неприятностей и не обрекать свою семью на беды, от находки стоит поскорее избавиться. Эзотерическая атрибутика и предметы культа Если вы занимаетесь эзотерикой, являетесь служителем культа и четко понимаете, для чего нужен каждый эзотерический атрибут или религиозный предмет, вам опасаться нечего. А вот обычные люди, хранящие в своем доме такую атрибутику, могут сильно пострадать. Денежные талисманы и символы богатства Хатэй, китайские монетки, трехлапая жаба, денежный конверт. Если слушать людей, увлекающихся фэн-шуй, эти и подобные символы и талисманы привлекают денежную энергию. К сожалению, просто купить и поставить такую фигурку дома недостаточно, так это не работает. Нужно понимать, как правильно выбрать талисман, как его зарядить, где он должен стоять и как с ним взаимодействовать. Популяризаторы фэн-шуй четких ответов не дают, а изучать многие годы искусство правильной организации пространства не все готовы. В то же время неправильная работа с денежными символами может привести к обратному эффекту. Деньги вообще перестанут приходить. Так что модный и безобидный на первый взгляд аксессуар в стиле фэн-шуй может серьезно навредить вашему материальному благополучию. Старый кошелек привлекает нищету. Изношенный, потрепанный кошелек тоже создает предпосылки для безденежья. Чтобы денежная энергия текла в ваш кошелек, он должен быть новым, красивым и вам нравится. А кошелек, отслуживший свою службу, лучше выбросить. Дом – место, где мы должны отдыхать и набираться сил. Если он перестал давать вам тепло и спокойствие, находясь в своей квартире, вы чувствуете себя не в своей тарелке. Если стали замечать, что в жизни появились неприятности о здоровье пожатнулось, значит, пора провести ревизию. Внимательно посмотрите вокруг. Возможно, у вас дома хранится что-то, что вызывает проблемы с финансами, здоровьем, в отношениях. Неприметные вещи, обыденные предметы интерьера, посуду, комнатные цветы, безделушки, одежда – все это может засорять энергетику, оказывать негативное магическое влияние на вас и на вашу семью, угнетать психологически, мешать вашему благополучию и снижать качество жизни. А у нас на сегодня все. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, включайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах на тему эзотерики, магии и денег. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok